Следующая задача у нас будет вычисление аномального магнитного момента электрона в однопетлевом приближении. Вот этот знаменитый швингеровский результат, который он в 1948 году получил, мы сейчас с вами получим. Давайте рассмотрим опять то, что мы недавно делали с вами, вершинную функцию. У нас есть с вами вершинная функция, это P', это P, есть фотон. То есть это ампутированная функция Грина, здесь у нас никаких ни пропагаторов, ни спиноров нет. И мы ее записываем, напоминаю, как минус и Е0 на гамма-мю от P'P. В Борновском приближении первый вклад сюда, это обычная наша вершина, то есть гамма-мю. Все поправки обозначим дельта-гамма. Они нас сегодня на петлевом приближении будут интересовать. Что мы с вами делаем теперь? Теперь мы рассматриваем амплитуду уже, не функцию Грина, а амплитуду рассеяния электрона на внешнем электромагнитном поле. И рассмотрим верхний блок, ну вот здесь у меня есть некий источник электромагнитного поля, магнитного поля, да, P'P. И я хочу записать амплитуду, так я пишу, и М-мю. Пока я по вот этому индексу с внешним полем не сворачиваю, пишу, что такое амплитуда. Что я должен сделать? Я должен взять, во-первых, все вот эти вклады, да, то есть все диаграммы, которые есть здесь. Они дословно переносятся и сюда. То есть будет минус ИЕ0, здесь стоит гамма-мю от P'P. И все это в обкладках уже, поскольку теперь это настоящая амплитуда, то здесь будет У', это У от P', да. А У, это У от P. Это обычным образом записанная амплитуда. То есть здесь вот мы учли все диаграммы без поправок к внешним линиям, да. Теперь, что вас учат модифицированные правила Феймана? Вот когда вы в начале семестра формулировали обычные правила Феймана, а по стоку теории перенормировок прошли на лекциях, вы немножко модифицировали аж правила Феймана, правильно? Как модифицировали? Когда вы пишете вашу амплитуду рассеяние, то есть помещаете вот эти все частицы на массовую поверхность, то есть это настоящий процесс, какую-то там ширину описывающую или сечение, вы должны вот эти вклады, которые вы обычно пишете в теории возмущения для диаграмм Феймана, еще умножить на константы перенормировки, отвечающие внешним линиям, да. Вот у нас есть на каждую внешнюю линию, мы должны умножить по корню из константы перенормировки. Вот если я му пишу, вот у меня здесь индекс му свободный, можете перерисовать эту диаграмму, то я должен умножить на корню из Z2 на каждую электронную линию, корень из Z2, корень из Z2, и на корень из Z3 на каждую фотонную линию. Так что полный пропагатор у меня здесь Z2, а здесь Z3, да. То есть я должен умножить на корень из Z2 два раза, два раза это от электронной линии, и умножить на корень из Z3, это от фотонной линии. Это что? Это когда я записываю всю мою амплитуду с учетом всех радиационных поправок. Значит, что я делаю? Какая процедура? Я записываю по правилам Феймана все вот эти диаграммы, которые сюда дают вклад. То есть у меня нету вот такого типа диаграмм, да, в правилах Феймана для амплитуды. Такого типа диаграмм нету, поскольку я это могу ампутировать. Вот. А такого типа диаграммы я все учитываю корневым образом. То есть на каждую внешнюю линию добавляю по корню из Z. Да? То есть вот это модификация правил Феймана, когда вы уже познакомились с теорией перенормировки. То есть все вот эти корни, они отвечают перенормировке внешних ваших линий. То есть у нас есть такая амплитуда, обычная амплитуда рассеяния. И что мы делаем? Мы эту амплитуду умножаем на наше внешнее поле. В данном случае это магнитное поле. Правильно? Дальше стандартным образом делаем преобразование в Фурье. И извлекаем потенциал. То есть это в точности то, как мы извлекали потенциал в Камильтаниане Брейта. То есть записывали выражение для вот такой всей диаграммы. Делали обратное преобразование в Фурье. И у нас там возникал потенциал. Правильно? Возникал потенциал. То есть отсюда мы найдем потенциальную энергию у АТР, которая будет иметь следующий вид. Для случая, когда у вас здесь стоит магнитное поле. Я сейчас лекционный материал опять повторяю, чтобы обозначение все вести. Это будет минус, так напишу, магнитный момент умножить на магнитное поле. Магнитное поле. Вот из вектор потенциала и из одной степени Q у вас возникнет ротор, который пойдет в магнитное поле. А здесь останется магнитный момент. Вот давайте этот магнитный момент запишем как магнитный момент. Это есть G умножить на миноль умножить на средний оператор спина. По спинорам, которые здесь у нас стоят. Где миноль? Миноль это есть EH на 2MC. Если H и C держать единицы. И нам надо понять, что такое G. Значит, вот это G связано со структурой нашей вершинной функции. С тем, какая здесь стоит вершинная функция. Вот все это выражение записывать следующим образом. Смотрите. Корень из Z3 на E0. Это есть физический заряд. Правильно? E квадрат на 4P. Одна 137. То есть будет минус и E. Уже без ноликов и всякого. Умножить на Z2. Умножить на Z2. Теперь про вот эту вершинную функцию. Что мы с вами про нее знаем? Мы знаем условия перенормировки. Правильно? Что когда вот эти вот импульсы на массовой поверхности. Они у нас на массовой поверхности. Потому что мы амплитуду смотрим. У нас гамма-мю от PP. Это есть константы перенормировки Z1 на гамма-мю. Это мы уже писали. Там уже писали. И видно, что когда вы полагаете P равно P' или что то же самое передачу Q равную P' минус P. Полагаете равной 0. У вас здесь возникает Z2 умножить на Z1 минус 1. И все бесконечные константы у вас сокращаются. Правильно? Сколько у нас Z1 равно Z2, то все бесконечности уходят. Здесь остается конечная величина. То есть вот в этой амплитуде у нас стоит уже конечная величина. Никаких бесконечностей здесь не будет. У нас все поправки к вершине сократились с поправками от внешних линий. Теперь спрашивается, как нам записать нашу вершину гамма-мю. Запараметризовать. Каким образом ее можно? Гамма-мю. P' Мы знаем из тождества Word'а, мы знаем, что если я умножу мою вершину на кумю, то есть вот эту диаграмму возьму, у меня, напоминаю, эти на массовой поверхности находятся, умножаю на кумю, то в правой части тождества Word'а у нас стоят нули. Я уже сегодня говорил об этом, правильно? То есть это есть ноль. Ну вот калибровочная вариантность наша знаменитая. Да, вследствие тождества Word'а. У нас есть такое соотношение. Дальше. Как мы можем запараметризовать нашу вершину? Что в нее может входить? Во-первых, в нее могут входить какая-то константа А на гамма-мю, правильно? Гамма-матрица. Дальше в нее могут импульсы входить. П намножить на P' плюс P' Я вот так вот напишу. Может входить P, может входить P' Можно их симметрично написать. P' минус P и P' плюс P. Вот такие структуры. Еще какие-нибудь могут в структуру входить? Да, в принципе, можно было бы еще написать сюда D на, так напишу, и SIGMA-меню на 2M на Ку-ню. Вот так вот. SIGMA-меню это как раз и есть коммутатор гамма-матриц 2. Умножать здесь на P смысла никакого нет, я буду получать 0. А вот на Q я бы мог здесь умножить. Но легко видеть, что это не есть, вот эта штука, это не есть какая-то новая структура. Почему? Смотрите внимательно. Вот у нас вот эта гамма, она находится в обкладках, вот здесь вот, она находится в обкладках U с чертой EU, правильно? У с чертой EU. А мы с вами где-то в начале семейства доказывали такое тождество. Правда, мы его, насколько я помню, доказывали, я в качестве домашнего задания его написал, сказал, что оно такое полезное. В самом начале семейства у нас с вами было тождество, оно называется тождеством Гордона. Гордона. Оно говорит следующее, что если вы просмотрите вот такую форму, велинейную, с гамма-матрицей, да, то ее вы можете переписать, воспользовавшись уравнением Дирака. Вот просто их. Вот по штриху. Ее можно переписать как P плюс P штрих мю поделить на 2M плюс I сигма-ми ню. Сигма-ми ню, напоминаю, это I на коммутатор гамма-матрицы. Пополам. I пополам коммутатор гамма-ми, гамма-ню. I на 2M умножить на Q ню. Q это есть P штрих минус P. Именно так, не P минус P штрих, а P штрих минус P. Ну куню и умножить на U от P. То есть на самом деле независимыми являются только две структуры. Скажем, это и это. А это уже будет зависимо через тождество Гордона. Или наоборот обычно люди делают. Оставляют эту структуру и эту структуру, а вот эту выражают через тождество Гордона. То есть из вот этих трех независимы только две. Независимы только две. Поэтому одно можем не писать. Что про это можно сказать? Про C что можно сказать? Чему равно? Нулю равно. Совершенно верно. Почему? Потому что должно быть выполнено вот это соотношение. Вот это соотношение. То есть если я умножаю всю мою амплитуду. Вот здесь я немножко неаккуратно. Нет, на самом деле аккуратно я все написал. Ладно. Если я умножаю амплитуду на ку мю, который есть, п штрих минус п мю, да? Если я умножаю, то у меня вот это слагаемое все должно занулиться, да? Все должно занулиться. Вот это слагаемое у меня благополучно занулиться, когда я в обкладке помещу у штрих у, да? Вот это слагаемое занулиться. Здесь будет п штрих в квадрате минус п. А вот это нет. Здесь будет п штрих минус п, все в квадрате, да? Вот поэтому вот этой структуры у нас ее нет. Нет ее у нас. Остается три структуры, а из Тождества Гордона их на самом деле две. Тождества Гордона это никакая не достаточно тривиальная вещь. Я вам еще раз в качестве домашнего задания рекомендую его сами вывести. Здесь ничего сложнее, уравнений Дирака в принципе нет. Нужно просто для вот этого члена написать уравнение Дирака, да? У нас есть уравнение Дирака, что П на У от П равняется М на У от П, да? А П штрих на У с чертой, У с чертой от П штрих равняется чему, Сергей? Н на У с чертой от П штрих, тоже со знаком П плюс, да? Просто уравнением Дирака воспользоваться для вот этих соотношений, проантикоммутировать и вывести, что это равняется разности этого минус этого. То есть ничего сложного тут нет. Поэтому нашу амплитуду мы можем запираметризовать следующим образом. Пираметризуем ее следующим образом. Это есть минус и Е. Минус и Е. Здесь стоит У с чертой штрих. Умножить на... Оставляет вот эту структуру и вот эту структуру. Просто исходя из соображения удобства. Ф1 от К в квадрате на гамма мю плюс И сигма меню на 2М Ку мю и Ф2 от К в квадрате. И Оставляет две структуры, а коэффициенты перед ними обозначают F1 и F2. И эти коэффициенты называют форм-факторами электрона. Это форм-факторы электрона. Вот это я пишу в амплитуде, обращаю ваше внимание. Давайте индекс мю я буду писать где надо, вверху. В амплитуде. Что мы можем сказать, исходя из условия перенормировки? Какие есть ограничения на эти F1 и F2? Что мы про них знаем? Да, у нас есть F1 от 0. F1 от 0. Когда Q равняется 0, когда Q равно 0, мы знаем, чему равна наша вершина гамма. И F1 от 0, чему равен? Должен быть равно. Почему Z1 минус 1? Вот в том виде, как я здесь написал, здесь F1 это уже перенормированный F1. То, что там в Песке есть. Перенормированный F1 называется. То есть она уже не бесконечная. Вот у вас есть, отсюда Z1 минус 1 идет, отсюда Z1 минус 1 на гамма мю, правильно? А здесь Z2. То есть Z1 минус 1 на Z2, это есть единичка. Мы доказывали, что Z1 равно Z2, да? Поэтому F1 от 0, чему равна? Единицы просто. Единицы. Или иначе, если вы очень далеко уходите от вашего источника электромагнитного поля, то есть рассеяние происходит почти на угол 0, да, к уровню цены лета, то вы видите единичный заряд. Единичный физический заряд. То есть вершина устроена как U с чертой штрих гамма мю на U на минус I, E, где E это обычный физический заряд. E квадратный 4B, 1, 137. То есть вот такое условие. То есть условие, можно ему сказать, что это условие перенормировки вот F1, вот этого форуфактора, форуфактора F1. F2 от нуля равно нулю. F2 от нуля равно нулю. В главном порядке. В главном порядке. Как бы это написать-то? В главном порядке. Что у нас в главном порядке происходит? Здесь есть только одна диаграмма, правильно? В главном, в Борновском приближении с гамма-матрицей. А структуры с сигма-матрицами в Борновском приближении нет. Поэтому в главном порядке F2 это есть ноль. F2 это есть просто ноль. А вот в следующем порядке это есть уже не ноль. То есть вот в общем случае здесь это не ноль. Это не равно нулю. И если мы теперь, то, что вы на лекциях делали, если мы теперь вот амплитуду в таком виде подставляем вот сюда, то есть сюда ставим наше магнитное поле, делаем обратное преобразование обратное преобразование в Фурье, тогда потенциал взаимодействия приводится к стандартному виду. Это есть магнитное поле умножить на магнитный момент. Магнитный момент, связанный с вот этим внешним блоком. Где этот магнитный момент можно записать? Таким образом, где G это есть не что иное, как 2 F1 от нуля плюс F2 от нуля. Или 2, здесь стоит единичка плюс F2 от нуля. Вот эта единичка это обычный момент, магнитный момент электрона. А вот эта добавка F2 от нуля, которая появляется только в первом, она появляется в первом приближении, в однопетлевом приближении, а в борденском приближении ее нет, потому что F2 от нуля в борденском приближении это ноль. То есть вот эта добавка, она появляется только в первом приближении, то есть это некая родпоправка, это и называется вклад в аномальный магнитный момент электрона все то есть аномальный аномальный магнитный момент его обычно записывают как говорят а не равняется же минус 2 пополам то есть вот эту величину считает эксперименте там для нее записывают разные выражения то есть для для g минус 2 то есть вот эту двойку вычитают полом делят и получается получается 20 вот наша задача с вами на сегодня посчитать это и в два от нуля то я вот это все напоминал с лекциях чтобы формулировать задачу задача посчитать 2 от нуля в 1 петлевом приближении и что мы с вами сделаем давайте где-нибудь сбоку нарисуем диаграмма вот это на лекции же было да это все то есть это знакомый материал правильно я здесь подробности не вдаюсь как вот там магнитное поле получается там и так далее это все я считаю что было правильно но если вдруг там как-то это было кратко еще что-то прочитайте ну в том же песке не можете там 6 главе там параграф 6 2 можете прочитать как как вот это все записывается но я рассчитываю что это у вас было было на лекциях мы с вами будем считать одну петлевую поправку то есть будем считать вот такую диаграмму вклад этой диаграммы то есть минус и е0 у штрих здесь стоит дельта гамма то есть мы запишем вклад вот этот диаграмм дальше в этой диаграмме это не грамм это что такое это один из складов нашу амплитуду правильно нашу полную амплитуду которого так записывается в этой диаграмме нам нужно выделить выделить коэффициент перед структурой сигма меню делить на куню и из этого коэффициента определить f2 от нуля это нам нужно вот это нам и мы ведем с вами вклад в аномальный магнитный момент электронного до петлевом приближении то есть то что мы сейчас будем делать мы будем вычислять вот эту диаграмму и выделять в ней конкретно вот такой вот так вот такую структуру вот эта структура вот эта структура перед гамма мю она более сложная она более сложная почему потому что структура перед гамма мю для этой диаграммы она будет содержать все расходимости эти расходимости есть не что иное как расходимости константы перенормировки z1 да и они как мы знаем в полной амплитуде сокращаются с расходимостями следующими из поправок внешним электронным линиям за счет того что z1 равно z2 ультрафиолетовые расходимости то есть вот эта структура перед гамма мю она в себе будет от этой диаграммы она в себе содержит расходимости ультрафиолетовые это вот расходимости которые связаны z1 и они сокращаются при умножении на z2 да и инфракрасные расходимости инфракрасные расходимости мы тоже с вами знаем откуда там берутся и с чем они сокращаются с чем они сокращаются да с реальным излучением то есть если брать полный инклюзивный процесс изучением мягких фотонов то в полном выражении у нас расходимость инфракрасная расходимость сократится то есть вычислять вот это f1 не перенормирована здесь f1 это конечная величина из той диаграммы мы f1 найдем некую бесконечную еще и он ее нужно перенормировать да гораздо сложнее чем чем f2 вот сейчас f2 с вами и найдем давайте я все вот это сотру сейчас чтобы место освободить вот по вот этому бла-бла-бла вопросы есть какие-нибудь это не просто из лекции напоминание такое не самое изящное давайте все стираем и ну не все хотя бы вот централь и начинаем вычислять давайте к доске кто вы сидите на зелене это видео сначала просто записываем по правилам феймана вот пишем что минус вся вот эта радость равно по правилам феймана вклад этой диаграммы так что место было давайте ой где вам удобно будет как-то не совсем удачно рисовал давайте здесь пишите диаграмма в одном конце это в другом значит мы движемся против против фермионной линии да то есть у нас идет сначала у с чертой правильно у с чертой то штрих у с чертой то штрих потом здесь встречаем вершину минус и е0 на какую-то на гамму альфа значит на гамму альфа отлично потом у нас идет пропагатор с импульсом p3 минус эй да давайте сразу его запишем так чтобы был числитель и знаменатель пропагатор потому что он дальше по фейману придется собирать эти пропагатор и да здесь будет по штрих минус эй со штрихом а и знаменателе квадрат отлично потом идет маша вершина вот это минус вот эта вершина минус и е0 на гамма мю да это индекс мю здесь тоже п минус эй да здесь же пельс со знаком минус тоже входит е0 тоже до вершине 0 гамма альфа вы уже конкретно выбрали феймановскую калибровку до тогда l квадрат и что еще в пропагаторе есть кроме же альфа бета есть еще минус и минус и пожирнее этот минус нарисуйте чтобы его потом не забыли минус и да и у нас есть импульс не фиксированы законом сохранения энергии поэтому мы по нему должны проинтегрировать да и снаружи интеграл стоит вот так такая вот такая штука получилась но отлично давайте нам нужно что нам нужно вот этого дельта гамма мю нужно да и и структура то есть этот множитель минус и 0 вы можете можем его отдельно выразить давайте его отдельно напишем а уда забыли спасибо спина разом давайте все множители сначала с соберем минус и е0 вот этот сразу наружу пишем его никак не будем преобразовывать он у нас вот здесь в топче а вот здесь пишите то есть минус и е0 оставляем остальные коэффициенты все собираем с буквами и да минус и е0 он просто дельта гамма же не входит поэтому мы его не будем писать а все остальное пойдет дельта гамма до дельта гамма значит насколько здесь в степени минус и е0 отсюда минус и е0 отсюда еще два раза и да еще минус и чё останется минус и да остается минус и минус и так окей интеграл d4 ddl на 2 пив все знаменателе давайте напишем минус и посмотрите во первых минус и е0 общему вынесли минус и е0 еще стоит множителем на общее тогда у вас чё оставалось у вас было минус и е0 два раза минус и из каждого пропагатора электронного и минус и еще из фотонного пропагатора вот этот из фотонного пропагатора он и остался не погоди там не перерисовывайте чем перерисовывать будем упрощать будем да у нас здесь во первых обкладки стоят пишите обкладки то есть у штрих просто у штрих да и скобочка открывается вот смотрите у нас по альфа идет суммирование видите гамма альфа гамма альфа у нас с вами есть формулы которые упрощают подобные выражения здесь вот их можно написать помните и гамма альфа гамма мю гамма альфа это что такое минус 2 к маме это при d равно 4 да при d равно 4 у нас мы будем считать с вами величину которая конечная то есть никаких расходимости у нас не будет поэтому давайте так вот для порядка мы здесь пишем d до подразумевая что у нас регуляризатор есть но если мы в размерность на регуляризации хотим посчитать например f1 да не f2 который мы считаем а f1 то мы должны вот в этих формулах учитывать еще и псилон довески дату здесь не минус 2 будет а минус d минус 2 да все но нам здесь этого достаточно будет следующая формула какая здесь есть гамма альфа гамма мю гамма ню гамма альфа это чему равно 4g альфа бет 4g меню ну и с тремя гамма матрицами тоже есть гамма альфа гамма мю гамма ню гамма капа уже много раз все было гамма до порядка одинаковых минус 2 наоборот 2 наоборот поэтому давайте здесь давайте так сделаем чтобы все как бы было аккуратно чтобы у нас не было смеси правильных и неправильных кусков мы будем подразумевать неразмерностную регуляризацию а какому другую регуляризацию чтобы вот не менять в инте формулы да какую другую регуляризацию например мы будем считать конечное выражение то есть это регуляризация на будет что называется по барабану да то есть все наши выражения будут конечно чтобы аккуратно записывать мы будем здесь писать d4 а возникающие проблемы с расходимостями мы можем регулировать обрезанием по импульсу либо инфракрасной расходимость можно например регулировать и ведением же есть инфракрасной расходимости в структуре перед гамма введением малой массы малой массы фотона который вырезают инфракрасную расходимость давайте вот таким образом лучше будет его регулировать чтобы не менять в returns формулы то здесь напишем и в 4 вы можете в тетрадках ничего не стирать у себя, потому что у нас все выражения будут конечные, расходимости не будет. И пользуемся нашими формулами. Что у нас здесь будет? У нас здесь либо есть либо 3 гамма-матрицы, либо 1 с массами, либо 2 с массами. Вот пользуемся теми нашими формулами. Давайте сразу у нас везде там минус двойка, здесь минус двойка, здесь минус двойка, ну здесь тоже несложно будет вынести. Минус двойку вынесем сразу наружу, минус 2. И по гамма-альфа просуммируем. Что у нас останется? Минус 2 вынес сразу, да? Ну, например, от масс. Вот масса, гамма-мю, масса. То есть будет двойку. Мы вынесли минус двойку, да? Осталось просто двойку мы вынесли. Минус двойку, я вынесли. Где? Здесь гамма-альфа, здесь тоже гамма-альфа. То есть мы берем гамма-альфа, гамма-мю и гамма-альфа, да? А здесь члены перед массами. Здесь будет м квад, ну и еще что. Гамма-мю-то никуда не делась. Гамма-мю, да. Окей, это с одной гамма-мю, да? Теперь с двумя матрицами. Например, я отсюда беру массу, отсюда гамма-мю и импульс. Либо отсюда беру массу, отсюда гамма-мю и импульс. и пользуюсь второй формулой. То что у нас получится? Минус двойку я вынес, да? То есть второй формулой вот этой пользуемся. Вопрос какой-то, Сергей Роман, нет? Или вы уже до собой там? А вы следите, чтобы он правильно все писал. Нет, почему шляпы-то? Вот вы спариваете что? У вас спаривается гамма-матрица с вот этими гамма-матрицами. Остается уже просто этот импульс с индексом мю, правильно? Никаких шляп больше нет. И обратите внимание, там у вас была четверка в правой части, а мы минус двойку вынесли. То есть еще коэффициент правильно надо написать. Ну, она общая будет, да? И масса тоже общая. А здесь импульсы у вас образуются. Ну, сразу их можете записать там. То есть будет P' плюс P, да? P' плюс P, минус 2, и все это с индексом мю. Ага. Вот. Отлично. Вот так. Это у нас от двух гамма-матриц, да? Мы учли, что мы минус двойку вынесли. Так что здесь осталась только минус двойка. Окей. И три еще гамма-матрицы есть. Это, это и это. Пользуемся третьей формулой. Это, это и это. Так, сейчас же сам гамма-альфа еще не что-то. Не, не, не. Ну, гамма-альфа, гамма-альфа, это вот эти ваши гамма-альфы. Вот эти гамма-альфы. Вы по ним, вы по ним суммирование проводите как раз. Так. Да, то есть все эти импульсы в обратном порядке пишем, да? А минус двойку мы уже вынесли сами. Угу. Все, и спинор, да? Спинор. Отлично. Вот такое выражение. То есть по альфа мы уже упростили, просуммировали. Теперь нам нужен следующий шаг какой? Что мы обычно делаем? Феймановский параметр. Да, нам нужно собрать наши знаменатели по феймановским параметрам. Вот у нас есть три наших знаменателя. Давайте это где-нибудь здесь делаем. Раз, два и третий. Вот для начала можно сразу все три собирать по общей формуле. Да, у нас есть общая формула, никаких проблем. Но чаще и удобнее бывает их последовательно собрать. Например, сначала собрать вот эти два знаменателя. Скажем, х это цикл с чертой. Помните, мы на позапрошлом семинаре с вами вводили, что единица на А, Б, сюда у нас х, сюда х чертой. Это есть от нуля до единицы, до х. Отчего? Х умножить на b плюс х чертой умножить на а, и все. В какой степени? Во второй. Во второй, в суммарной степени. Во второй. А если у меня есть такая формула, там c умножить на b в квадрате, сюда у меня у, сюда у с чертой. То это чему равно? Ну, такое же только в кубе. Здесь будет y с чертой c плюс yd в кубе, да, по dy. За счет того, что здесь вторая степень, что еще появится? Там еще стояли, помните, вот эти вот y в степени альфа минус 1, да? Здесь будет y в степени 2 минус 1, а здесь будет y с чертой в степени 1 минус 1. Вот, и от гамма функции еще там было. Что было? Какой кофе? Почему одна вторая? Там в числителе была гамма от суммы, в знаменателе гамма от произведения. Гамма от суммы это гамма от 3, а в знаменателе было гамма от 2 умножить на гамма от 1. В числителе было гамма от 2 плюс 1, то есть гамма от 3. То есть двойка была, правильно? Двойка была. Ну вот давайте сначала соберем вот эти два знаменателя, вот это x и к чертой, а потом результат соберем с вот этим. Да, гамма от 3 делить на гамма от 2, это двойка, правильно? У гамма от 3 это 2 факториала. У гамма от 2 это и степеничка. Собираем сначала вот эти два знаменателя. Просто здесь раскрываем скобки, перемножаем, да? Это с x, это с x чертой. То есть формулы параметризации Феймана я вам советую все-таки выучить, потому что они нам будут периодически нужны в следующем семестре. Ну, можно было бы скобки здесь все-таки раскрыть. И еще у нас оставался единица на l квадрат минус 0 квадрат, да, общее? Мы его еще не запихали, да, под параметры. Да, электроны у нас на массовой поверхности. Видно, что перед l квадратом у нас собирается какой коэффициент? Единица. Единица, это хорошо, да. Здесь будет l квадрат. Дальше будет минус 2l умножить на что? Отсюда минус 2l, отсюда минус 2l. Так, ну, перекрыт. 2l и x. x, да. b штрих? b штрих, ага. Здесь будет плюс x чертой. Плюс x чертой на b, да, отлично. Так, ну и двойная масса. Ага. Уже есть минус 0? Нет, погодите, аккуратнее. Вот у вас, почему здесь плюс стоит? Вот у вас первоначально там в пропагаторе был полис же, то есть здесь минус стоял. Тогда здесь масса сокращается, массы нет, да. Масса ушла. Отлично. И теперь вот это все собираем со вторым знаменателем, да. Вот у нас есть наша вторая формула. То есть мы вводим параметр y. Еще y, да. Все от нуля до единички. То есть у нас на вот этот знаменатель пошел y с чертой, да. А на вот этот знаменатель пошел y. Сразу перед l квадратом у нас снова единица, то есть будет l квадрат. Дальше вот это слагаемое какое будет? Такое. Только на y еще множество, да? Вот так вот скорее напишите, просто так, чтобы красивее было или чтобы было вот в конце. Вот у вас весь импульс, да, новый? Ну и... В кубе, да. И двойка появилась, да, еще? Угу. Отлично. Дальше мы что делаем с этим выражением? Стандартная процедура какая? Полный квадрат. Полный квадрат выделяем. Выделяйте полный квадрат. Так. Дельта какая-то? Не, не дельта, а почему дельта? Ну давайте его напишем, он нам понадобится. То есть это импульс будет, да, как он выглядит? Так, минус. Y на что? Да. Это все в квадрате, да. Ага. И нужно вычесть его квадрат, да. То есть будет Y квадрат, а здесь раскрываем скобочки сразу. А, так. А, ну, по 4 квадрате, да, М квадрате? Да, у нас все на массовой поверхности. Здесь у нас фу втекает. Ну, вот здесь по 4 квадрате, да. Да, просто пошутила бы как с чертой. Все в квадрате. Потом все это. Это отсюда, дальше. Это, это мю или м что-то? А, а, м такое. И плюс перекрестное, да. Дальше какая-нибудь большая скобка квадратная. Всего знаменателя. Ага. Беда. Угу. Давайте вот это несколько упростим. Вот здесь стоит P на P штрих, да. У нас с вами есть задача импульс Q, которая есть P штрих минус P. Отсюда мы знаем, поскольку все на массовой поверхности, что Q квадрат, это есть 2M квадрат минус 2P штрих, правильно? То есть 2P штрих, это вот то, что сюда входит. Это есть 2M квадрат минус Q квадратик, правильно? Поэтому все вот это можем упростить. То есть это есть X штрих умножить на 2M квадрат минус Q квадратик, правильно? Ну и давайте перепишем, ну куда-нибудь туда переписывайте, чтобы потом мы все это стерли и место освободили. Двойка у нас, да, еще из параметризации FIM, она одна. А здесь стоит, ну как есть, так и пишите. К сожалению, на переписывание много времени у нас приходится тратить. А здесь напишем, давайте минус, минус. И что у нас там останется? Общий минус будет, да? Вот давайте на вторую скобку посмотрим. Глядите, перед квадратами масс, что у нас образовалось. Так. Просто единица, вот двойка. А, единица. Единица просто. То есть Y квадрат умножаем, вот минус, скобочку открываем. Y квадрат, да. M квадрат и что еще там? X с чертой Q в квадрате. X с чертой Q в квадрате, да. Минус X с чертой Q в квадрате. Ну и есть еще вот этот вот от регуляризатора. Все это в кубе. Отлично. Значит, вот это мы обозначаем, как обычно, за некую дельту. Да, дельта. А это есть наш новый импульс L. Как его обозначим? Какой буквой? L уже есть. Давайте R большой, если угодно. Новый импульс R. То есть таким образом, что наш импульс L, да. Импульс L, это есть R плюс Y умножить на что? На X P штрих плюс X с чертой P, да. Ну, напиши сюда. X, X по штрих плюс X с чертой P, да. Это наш старый через новый. Отлично. Ну, вот давайте здесь мы со знаменателями разобрались. Дельту еще тоже куда-нибудь в уголок напишем, чтобы она у нас была. Ну, хорошо, мы ее запомним. Она несложно выглядит. N в квадрате минус X с чертой Q в квадрате, да. Y в квадрате еще стоит. Все внизу стираем и пишем. Будем продолжать вот это справиться. И аккуратненько все переписываем, что у нас здесь с вами стоит, да. Со всеми коэффициентами. Значит, у нас появилась новая минус двойка из свертки по альфа. Появилась еще одна двойка из параметризации Феймана, да. И продолжаем вот это равенство. Пишем равномерно. А я здесь пока. За коэффициентами тоже следите, чтобы ничего не потерять. Не, не, вот у вас еще куча интегралов по параметрам Феймана снаружи идет, да? Сразу. Ну, конечно, вы сейчас будете из X писать, а вам интегралы-то снаружи стоят. Сейчас погодите, я вам тряпку. То есть сначала все коэффициенты давайте запишем, а потом все интегралы будем писать, которые у нас есть. Значит, коэффициенты какие у нас есть? То есть минус ИЕ0 это просто общий. А дальше минус ИЕ0 в квадрате у нас остался. Он вместо этой минус-двойкой превратился в плюс, а двойка умножилась еще на вот эту двойку, стала четверкой, да? Четверка, да? Дальше пошел интеграл по параметрам. DX, DY и Y еще, да, внутренние. И по импульсам потом, потому что мы сначала проинтегрируем по импульсам, а потом будем по параметрам делать, правильно? Да. Знаменатель наш выглядит очень просто. Это есть R квадрат минус дельта, все в кубе, правильно? R квадрат минус дельта, все в кубе. А числитель давайте его, позвольте тряпку, чуть-чуть поаккуратнее. Вот напишем, чтобы не громоздить здоровенную такую дробь, просто здесь так напишем, а здесь напишем U-штрих. И аккуратно сейчас будем числитель писать, да? В числитель сразу переписывать каллиграфически ничего не будем, будем подставлять сразу наше L через R, да? Ну, есть в первом подставлять нечего, здесь подставляем. В качестве L подставляем вот наше выражение, да? Да, у нас же линейные члены, которые по R можно же сразу убрать. Ну, давайте их напишем, потом выкинем. Действительно, их можно сразу выкидывать, они при интегрировании ничего не дадут. Будет минус 2M с индексом ньютон, да? Минус 2M, ага. Вот так, да, подставили. X по штриху, ага, вот сюда подставили. И знаки здесь правильно написали. Окей. Это мы написали вот этот член, теперь пишем этот. Как можно написать, чтобы с минусами с этим не возиться? Здесь минус вынести и здесь вынести, правильно? Будет L минус P, а здесь будет L минус P штрих. Ну, чтобы вот здесь минусы везде не писать, да? То есть у вас здесь стоит L минус P, а здесь стоит L минус P штрих, правильно? Тогда пишем L минус P, а что такое у нас? L минус P. R, а здесь сразу перед P и по штрих собираем. То есть отсюда мы минус P должны написать. То есть будет P штрих умножить на XY, да? Так, а что вы хотели сделать? Ну, вы отсюда вы читаете P. Да. Вот и собираете подобные, P и P штрих. Минус 1 умножить на P, да? Вот так. Это первая скобка. Да, познакомиться. Дальше пошла гамма-миу. И вторая скобка. Здесь L минус P штрих мы, да, и пишем. То есть точно так же собираем. Так. Угу. Это плюс здесь стоит. Это знак плюс здесь стоит. Y на X чертой и P со шляпой. Да, P со шляпой. Угу. Фигурная скобочка закрылась. И спинор у нас еще остался. Во. Отлично. Чуденько. Так, все. Теперь нам низ уже не нужен. Правильно? Что такое дельта? Мы запомнили. Давайте даже... Ну, напишите ее вон там вот, где-нибудь. Вглубь. То есть дельта. Это есть Y квадрат умножить на M квадрат минус X, X чертой Q квадрате. И ко всему этому прибавить Y чертой умножить на M. Да, 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 да. Что важно? Вот обратите внимание на дельту. Да? Она у вас по X и X чертой, она у вас симметрична. Правильно? Симметрична. Согласны? Поэтому можно воспользоваться вот таким трюком забавным. Глядите на второе выражение. Вот сюда у вас входит X и X чертой. Да? Вот я каждый из этого X и X чертой могу заменить просто на одну вторую. Почему? Вот я вычисляю вот этот вклад конкретный, который линейен по X и по X чертой. Я здесь каждый X и X чертой могу на одну вторую заменить. Пользуясь тем, что у меня дельта симметрична по X и X чертой. Почему это так? Ну, глядите, у вас снаружи стоит интеграл по DX от нуля до единички. Можно сделать замену X? Конечно, можно сделать замену X на X чертой. Вы если сделаете замену X на X чертой, X чертой это 1 минус X, у вас знаменатель не изменится, дельта симметрично, а в числителе в линейных выражениях везде X заменится на X чертой. Правильно? Значит, я могу взять мой интеграл первоначальный с заменой и поделить пополам. Тогда у меня здесь возникнет X плюс X чертой пополам. Это единица. Здесь возникнет X чертой плюс X пополам. Это 1 вторая. Здесь 1 вторая, здесь 1 вторая. Поэтому в линейных выражениях, пользуясь симметрией знаменателя, можно просто на одну вторую заменить. Давайте, они пусть переписывают, а мы немножко здесь еще поупрощаем это выражение. Давайте, пишите. То есть, во-первых, у нас вылетает линейная слагаемая по R, правильно, при интегрировании? А, просто его стирайте. Стирайте. Во-вторых, у нас вот после этого трюка X с X чертой мы заменим на 1 вторую. Тогда глядите, что будет. P плюс P штрих, оно будет общее, мы его можем вынести, останется просто выражение от Y. P плюс P штрих, а здесь останется просто единичка минус Y. 1 минус Y. Индекс минус еще стоит. Вот так вот. Вот так. Это мы с этим слагаемом разобрались. Здесь вот, глядите, у вас все это находится в обкладках. Поэтому, если я P штрих действую на левую обкладку, то я что зарабатываю? M. Просто M зарабатываю, массу. Здесь массу зарабатываю. Массу. Ага. А здесь и здесь тоже массу зарабатываю. Вот, отлично. Отлично. Здесь, когда я буду раскрывать скобки в этом слагаемом, здесь у меня есть несколько членов. Правильно? Несколько членов. Есть члены, которые от R вообще не зависят. Это вот это, на гамма-матрицу, но вот это, да? Есть линейные PR, мы их выкинем. Есть квадратичные PR. Квадратичные PR-члены, вот они. Они как у нас устроены? Смотрите. Стоит R α, R β. Я вынесу. Дальше стоит γ α, γ μ, γ μ, γ β. Правильно? Вот члены квадратичные PR, вот подчеркнутые, этот и этот, дают вот такой вот вклад. Верно? Согласны? Когда мы интегрируем по R, как мы поступаем? С вот этим R α, R β. Вспоминайте в прошлом семинаре. g α, r β. Совершенно верно. То есть мы R α, r β заменяем на g α, β делить на сколько? На 4 умножить на r квадрат. Заменяйте. Прямо здесь пока что. То есть r квадрат, g α, β, это 4. Когда вы g α, β, теперь свернете с α, β, то у вас возникнет свертка с одной гамма-матрицей посередине. Значит, все это выражение перейдет куда? Ну, просто стрелку поставьте. Вот таким образом. Вот так вот. Поэтому мы можем сразу, ребята, переписываем в тетрадке, а мы здесь же это сделаем. Значит, на что останется? У нас останется произведение этого на этого на этого, да, и член от R квадрата. А мы его отдельно напишем. Давайте его отдельно напишем. Пишите его вот сюда отдельно. Как он выглядит? От всех R у нас остался вклад. Да. Вот такой вклад. Правильно? Всем понятно, что мы сделали? То есть мы выкинули линейные слагаемые, а по тензорному интегралу мы провели вот это интегрирование. Пользуясь тем, что у нас наш интеграл по R, он является инвариантным тензором. То есть может только от G альфа бета зависеть. Вот так вот получили. Ну, дальше нужно просто аккуратно раскрывать эти скобки. Давайте это и будем делать. Но мы весь интеграл переписывать сейчас не будем, чтобы себе жизнь усложнять. Просто рассмотрим фигурную скобку. Вот у нас есть вот эта фигурная скобка. Вот ее будем смотреть. Что это такое есть? Ну, вот это вот так уж. Не поленитесь, перепишите. А здесь раскрываем скобки. Напоминаю, что мы сейчас получаем все выражения. И в конце мы должны в этом выражении оставить две структуры. Оставить структуру гамма-мю и оставить структуру сигма-мю-ню на ку-ню. Все остальные у нас должны уйти. Мы в этом заодно и убедимся в правильности наших вычислений, что больше структур нет никаких. Перед гамма... Нет, здесь надо аккуратно быть, потому что здесь гамма-матрица еще есть. Давайте сначала члены с массами рассмотрим. С массами здесь простой член. Отсюда масса, отсюда масса, посередине гамма-мю. М квадрат, у квадрат, икс, икс чертой. М квадрат. Ага. Дальше. Здесь, скажем, есть член. Когда отсюда беру массу, отсюда это. Либо когда отсюда беру массу, отсюда эти два. Вот их аккуратно тоже записываем. То есть отсюда вы взяли... Так, отсюда гамма-мю, значит, отсюда берем со шляпой, да? Угу. П-штрих. Да, хорошо. Еще какое слагаемое? Y-X-X-4. Нет, здесь аккуратнее надо. Вот мы теперь здесь взяли этот член, здесь гамма-матрица, а здесь масса. Зачем мы удерживаем вообще линейный ток гамма-мю? Ну, строго говоря, они нам не нужны. Вы правы, да, они нам не нужны. Но, скажем, если вы захотите из этого вычисления получить еще и F1, то вам нужно будет коэффициент перед структурой гамма-мю. Давайте за ней понаблюдаем тоже. Это не сильно сложно. Конечно, можно было бы перед гамма-мю вообще ничего не смотреть. Это вы правильно заметили. Для наших целей, для вычисления F2, можно ничего не смотреть. Так, это вы рановато немножко написали. Значит, есть у нас вот такой, только я немножко не понимаю, потому что в одном случае там X чертой должен стоять. Здесь X чертой стоит. Здесь аккуратно надо быть, а то мы неправильно получим выражение. П отсюда взяли, отсюда взяли что? Тоже с чертой. Тоже с чертой, да? Здесь такой вклад, есть такой вклад, да? И еще один вклад есть. Есть же это, это, на это. Как раз давайте вот эту гамма-матричность, чтобы он не болтался, его вот сюда вот сначала напишем. Он уже такой же, как, то есть будет M квадрат минус, вот здесь вот, M квадрат минус R квадрат пополам. Просто сюда его напишем. Перед гамма-матрицей, да? M квадрат минус R квадрат пополам, да. И есть еще вот такой, да. V гамма-матричность на P штрих. Ну да. Ну здесь дальше вариантов нет, нужно... Вот еще обкладки вообще есть. Это все в обкладках, да? В обкладках. Давайте вот так, чтобы их не писать каждый раз, среднее напишу, да. У нас слева обкладка U штрих, справа обкладка U. Здесь деваться некуда, нужно опять уравнением Дирака пользоваться. Ну, я имею в виду следующее, что, скажем, берем вот это слагаемое, вот это слагаемое. Давайте я гамма-матрицей отдельно напишу, что вот у меня здесь стоит гамма-мю на P штрих. Правильно? Гамма-мю на P штрих. Согласно? Гамма-мю на P штрих. Ну, нужно их проантикоммутировать и снова воспользоваться уравнением Дирака. То есть это еще что такое? Антикоммутируем. Только не сильно размашистый пищит, это может у вас здесь вот тоже прыгать. Можете подальше туда, влево писать. 2P штрих мю, да. Минус М гамма-мю, да. Когда мы проантикоммутировали, мы, подействовав на левую обкладку, заменили на массу всю, да. Здесь точно так же, да. М гамма-мю, окей. Ну, вот здесь вот нужно поаккуратнее. Ну, в смысле, не поаккуратнее, чуть-чуть побольше. Давайте вот здесь вот место есть. Здесь напишем. Значит, у нас стоит P гамма-мю на P штрих. Давайте антикоммутируем и пользуемся уравнением Дирака. Здесь нужно, видите, сначала это проантикоммутировать, потом это, ну, то есть несколько раз. P гамма-мю на P штрих, да. Некое такое занудное упражнение, но это самое сложное упражнение в этой задаче. А здесь на P штрих. Тогда вот это, вот это слагаемое, смотрите. Здесь сразу P штрих можно уже действовать на обкладку, поэтому даже не нравится, будем писать, а вот так вот стрелку. Стрелка означает, что мы используем то, что у нас это все находится в обкладках U с чертой штрих U, да. Да. А здесь, здесь сразу, тоже что-то не переписывайте, а сразу пишите минус гамма-мю, а здесь антикоммутируйте. Минус гамма-мю, а здесь их на скобку, а в скобке антикоммутируемых. Так. Да, будет два скалярных произведения. И со знаком минус. Нет, не два, почему два-то? P штрих на M, да. То есть, за шляпой только, да? P штрих на M. Снова переписываем это все дело. Теперь у нас что осталось? Надо P штрих с гамма-мю еще раз парантикоммутировать. Это все как есть, так и есть. А здесь будет со знаком плюс M, да, плюс M, да, плюс M. И антикоммутируем. Минус M в квадрате, получается. М в квадрате граммонируем. Ну, только здесь вот что еще будет? Это из вот этого? Это из вот этого вы когда-нибудь коммутируете, у вас там что стоит? Так, двойка. Двойка. Двойка еще есть, да? Вот. Окей. Ну, собираем все аккуратно. 2M выносим. Видим, что у нас тут. 2M, да? А здесь же нет. Здесь нет, вот здесь вот есть. Здесь две структуры у нас возникли. Наши 2M. Одна структура это P штрих плюс P. А вторая с гамма-матрицами. Минус. Вы двойку решили вынести? Ну, ладно. Плюс M в квадрате, да. Угу. Во. Отлично. Значит, всю вот эту штуку давайте внизу подпишем, что такое у нас получилось. Пишите, что это есть 2M. А здесь давайте через Q все выразим для красоты. 2P штрих это 2M квадрат минус Q. То есть здесь у нас что будет? Тогда 3M квадрате минус Q в квадрате, да? Угу. Отлично. Теперь делаем следующее. Давайте будем выделять наши структуры, векторные структуры, которые у нас есть. Что у нас есть? У нас есть гамма-мю, да, структура с гамма-мю. Есть структура P плюс P штрих, да. Есть еще структура Q мю. Помните, это тот самый коэффициент С, который занулился. Вот мы сейчас по идее должны убедиться в том, что коэффициент перед ним будет 0. Прямо явно. Ну и все. Тогда, как я, например, вот это перепишу? Вот это. 2P штрих это что такое? Это есть P плюс P штрих. P плюс P штрих. Что я должен написать? Плюс Q, правильно? P плюс P штрих плюс Q это есть 2P штрих. Согласны? Поскольку Q это есть P штрих минус P. И минус N на гамма-мю. А вот эту штуку точно так же через наши векторные структуры как напишем? Это есть P плюс P штрих, да. P плюс P штрих. Минус Q. Минус N на гамма-мю. Вот. Ну отлично. И теперь все будем собирать. Все будем собирать. Значит, что нам нужно? Самое главное, что нам нужно, это структура перед P плюс P штрих. Она у нас есть вот здесь вот, да. Где она у нас есть? Она у нас есть вот здесь вот, да. От вот этого вклада. Она будет с каким-то коэффициентом. Она у нас есть вот здесь вот. И она у нас есть вот здесь вот, да. Вот давайте сейчас это все туда аккуратно будем писать. В одном. Только через перед P плюс. Не, не. Перед всеми напишем. Что? Мы зря старались, что ли? Коэффициенты таскали за собой. Ну, с кого начнем? Давайте с гамма-мю начнем. С гамма-мю, да. Перед гамма-мю коэффициент. Да, во-первых, такой, да. Дальше. Где еще гамма-мю есть? Вот есть гамма-мю, да. m в квадрате, y в квадрате, x, x чертой. Да. Дальше. Гамма-мю есть здесь вот. Обратите внимание. Перед вот этим коэффициентом. Вот у вас коэффициент. И вот еще на минус m нужно умножить. Минус m в квадрате будет, да. Минус m в квадрате, y, x, y, x минус 1. Вот он. Да, здесь стоит умножение. Я просто переписал все марки. Здесь умножить стоит. У нас стоит минус m на вот этот коэффициент весь, да. Минус m в квадрате, x, y на y, x минус 1. Ага. Дальше. Есть вот отсюда тоже эта структура, да. Здесь смотрите, какой коэффициент. y, x чертой минус 1 умножить на y, x чертой m. Он точно такой же, как вот этот, только с заменой x на x чертой. Да. Здесь есть, и вот этот еще есть. С минусами тоже не запутайтесь. Значит, здесь минус, здесь вот этот коэффициент. То есть, в принципе, мы посчитали все коэффициенты, мы могли бы и f1 тоже найти. f1, да. Проблема в том, что f1 в себе будет содержать расходимости. То есть, это не перенормированный f1. Это не тот, который f1 в нуле равен единице. Это еще не перенормированный f1. В нем есть и ультрафиолетовые, и инфракрасные расходимости. Так. Это есть. Это перед гамма-мю нашли коэффициент, да. Он нам не нужен, но мы его на всякий случай нашли, чтобы, если захотим, еще и f1 посчитать. Давайте теперь перед кумью посмотрим. Перед кумью. Перед кумью. Перед кумью мы знаем, что, по идее, все должно занулиться, да, из калибровочной инвариантности. Вот проверим, занулиться оно таки или нет. Куда у нас кумью входит? Кумью входит вот сюда, да, вот сюда, и все. Видите, куй есть здесь, есть здесь. Вот эти два вклада и пишем. Первый со знаком плюс. Да, ладно, давайте сотрем это. Здесь стоит, что yxm умножить на yx минус 1. И закрыли скобку. Отлично. Это структура перед кумью. И давайте вот сюда ее писать. И плюс перед p плюс p-стрих-мю. Она, обратите внимание, везде с массой еще идет. То есть у нас еще масса есть. Ее тоже можем сюда вынести, массу, да. Тогда отсюда у нас осталось что? Минус 2 на 1 минус y, да? Минус 2 на 1 минус y. Есть. Это записали. Так, теперь идем вот сюда. Здесь вот у нас массу мы взяли уже, да. Здесь будет yx. yx на yx минус 1. Отлично. Это написали. Теперь сюда идем. Похожий вклад. yx чертой минус 1. Чудненько. А здесь тот же вклад с двойкой. Двойка умноженная от коэффициента. Давайте его в целях дальнейшего упрощения распишем как? Так, число, коэффициент плюс тот же самый коэффициент. Не двойка, а просто два раза его напишите. Сейчас увидите, почему так красивее сделать. Просто два раза вот это нарисуйте. Я думаю, уже очевидно, почему так удобнее сделать. Все, скобочку. Скобочку закрываем вот так. Да, и это все у нас в обкладках у и у штрих. Давайте не поленимся. Здесь у нас у штрих, а здесь у, да. У штрих, а здесь у. Окей. А если этот коэффициент мы написали, если захотим, f1 найдем. Давайте поймем, почему у нас нет структуры перед кумью. Почему ее нет? Нужно просто вот эту вторую скобку немножко упростить. Давайте вторую скобку. Ее немножко упростим. Ну, во-первых, можно вынести что-то за скобку. Массу можно вынести, y можно вынести. Да, просто их чертой рисуйте. Потом подставим. Да, хорошо. Обратите внимание, вот у вас здесь возникла слагаемая x минус x плюс x чертой. Линейный по x. Да? Что мы в нем можем сделать? Давайте. Сегодня этим трюком уже пользовались. Заменить на одну вторую. Ну, давайте просто перепишем, даже детственно, чему это равно. Дальше у вас есть x квадрат минус x чертой квадрат. x квадрат минус x чертой квадрат перед y. Правильно? Это есть как разность квадратов. Вы пишете x минус x чертой, а x плюс x чертой это что такое? Единица. Замножить на единицу. Поэтому x минус x чертой это просто общий множитель здесь будет. Выносите ее. Ну, это я хочу сказать. Сначала нужно показать, что он не квадратичен по x и по x чертой. Ну, вообще правильно, это неважно, действительно, правильно Рома говорит. Ну, давайте, напишите потом. Роман правильно говорит. То есть у нас есть выражение, которое, неважно, квадратично оно по x и по x чертой, это по барабану. Главное, что у нас оно антисимметрично относительно замены x на x чертой, верно? Если вы x на x чертой меняете, оно знак меняет. Следовательно, при интегрировании по dx у нас все это просто вылетит. А ту часть, которую она на вторую? Ну, это можно и... Так вот, она и есть. Вы явно убеждаетесь, что это антисимметрично. Мы просто так упростили, что здесь осталось... Ну, это не совсем правильно упростили. А, не дописали? Ну, допишите. Все, мы уже к концу подбираемся. Откуда одна вторая-то? Не, ну вот эту мы заменили. Да не надо пока ничего менять, просто тождественно оставьте. Вот просто у вас x минус x чертой наружу выносится. Может, минус 1 все-таки? Это плюс x чертой. Минус 1, да. Ну и видно, что... Вообще это выражение с самого начала, да? Оно антисимметрично, независимо от того, квадратично оно по x, не квадратично. Оно антисимметрично при замене x на x чертой. Следовательно, при интегрировании по dx оно вылетает. Верно? То есть можно было даже его не упрощать, но так еще более очевидно, что оно вылетает. Это мы уже проходили, что здесь можно на одну вторую заменить. Окей. То есть все, что стоит перед кумью, вылетело. То есть калибровочная вариантность действительно здесь оказывается выполненной. И все, что нам осталось, это несколько упростить, упростить вот эту третью скобку. Давайте это и сделаем. Ну смотрите, что можно сделать. А вот этот член можно собрать с каким? С каким-нибудь из этим, да? А вот этот можно собрать с вот этим. Ну и сделайте это где-нибудь. Можете вверху эту скобку написать и ее упростить. Здесь сразу выносим yx минус 1. Вынесли, да? Тогда у нас отсюда пошел yx, отсюда yx чертой минус 1. Окей. А второе слагаемое такой же заменой x на x чертой. А здесь сразу просто y минус 1 оставится. Вот. Значит, y минус 1. y минус 1 можно вынести. Он общий. y минус 1 везде общий, правильно? Здесь будет плюс 2, да? Здесь. Плюс. Плюс. И здесь минус 1. Ага. Напишите полностью. y с чертой. Минус 1. Ага. Да, единички все сократились. Да, у нас осталось только y. Ага. y минус 1 умножить на y. Вот, отлично. Это то, что нам надо. Возвращаемся теперь к нашему исходному вычислению. Вот наше вычисление, да? И давайте в нем это и запишем. То есть вот у нас наши обкладки. Они как устроены? Здесь стоит гамма-мю на что-то. Вон мы это что-то нашли, да? А прибавить, что там, m на, m на p плюс p штрих мю, m на p плюс p штрих мю, умножить на то, что осталось. Что у нас осталось? Напишите. y минус 1 умножить на y, да? y минус 1 умножить на y. Ну, вроде и все. Все. Закрываем скобки. Ага. Вот. Теперь нам нужно нашу вот эту структуру выразить через гамма-мю и сигма-мю на куню, да? Воспользовавшись тождеством Гордона. Ну, давайте где-нибудь внизу его напишем. Ну, сначала напишите, что такое p плюс p штрих. p плюс p штрих мю. Вот у нас есть поделить на... Ну, p плюс p штрих мю. Чему равно из этого тождества? В обкладках у штрих и у. Это что такое будет? Да, есть 2M. Во-первых, член с гамма-мю. А здесь со знаком минус мы перенесли, да, все. И седьмое меню на куню. Ага. И тоже. Тоже, ну, в общем, да. Весь у штрих. Вот так вот. Правильно? Давайте сюда это подставим. Аккуратненько. Ну, можете прямо вот в низу подставлять. Внизу. Так, если чему-то равно. Подставляйте. Аккуратненько. Над spo destin. Аккуратненько. Аккуратненько. Алorg Wet's. Тихо да. Ал� ABC. Алг swine. Алгий. Инг негр. Алгийца. Ну только вот эта скобка Она немножко модифицировалась Давайте со штрихом ее напишем Нужно еще к этой скобке прибавить 2m квадрат Правильно? 2m квадрат У нас здесь еще одна масса была Еще одна масса Окей Вот так вот получили Давайте теперь Красиво это все перепишем Как мы перепишем? Углядите Я вот этот минус С вашего позволения внутрь запихаю Здесь будет плюс А здесь 1-y 1-y Поделю на 2m И умножу на 2m То здесь будет 2m 2m Тогда здесь будет И сюда напишу Плюс 2m в квадрате Согласны? Поделил и умножил Окей Тогда все что стоит перед Вот этой структурой Вот этой структурой Это у нас называется f2 Правильно? Все что стоит перед вот этой структурой Называется f1 Давайте их напишем Чему равен f2 От у в квадрате То есть мы пишем все наши интегралы Все коэффициенты Которые у нас здесь есть Это что такое? А, коэффициенты Коэффициенты аккуратнее смотрим Потому что они на все Вот этого минус и e0 нету Он ушел Он ушел в определение того, что такое f2 Осталось 4 и 4 и e0 в квадрате Это как бы есть Дальше у нас здесь стоит Что? r в квадрате Нет, давайте дельту явно теперь напишем Что такое у нас дельта Вспомним, что это есть Что там? y в квадрате m в квадрате Минус x с чертой q в квадрате Ну еще там есть Минус y с чертой на μ в квадрате y с чертой На μ в квадрате Инфракрасный регуляризатор Хотя здесь он уже не нужен Как мы сейчас увидим Да, третья степень есть И что еще в числителе у нас осталось? Двойка 2m в квадрате 1 минус y умножить на Так, это что такое вы написали? И в квадрате Нет, и в квадрате не надо И в структуре идет Ну здесь еще y стоит Да Это f2 Можем теперь по r проинтегрировать По r Интеграл Помните, как выглядит? Если у вас есть интеграл В данном случае d4r 2π в четвертой 1 на r квадрат минус дельта В степени альфа Это есть минус единица в степени альфа На 4π в степени d пополам На гамма от альфа минус 2 Гамма от альфа Единица на дельта в степени альфа минус 2 И еще от виковского поворота У нас есть буква i Да, и есть еще Виковского поворота В нашем случае альфа равно 2 Поэтому проводим интегрирование То есть по параметрам феймена у нас остается интеграл Кстати, здесь был еще y Y еще был Ну, можете... Ну, ладно, хорошо, так давайте Еще y один был 8 Да, совершенно верно Вот это минус единица в кубе И еще одна И они уйдут Здесь стоит гамма от единицы Поделить на гамма от двойки Это тоже единицы И дельта в квадрате В знаменателе еще Альфа тройки равно Да, у нас же здесь Третья степень Видно, что... Ну, давайте пока с регуляризатором напишем Какой у нас знаменатель будет Здесь стоит дельта Да Ну и еще Вот этот А, этот написали, да? Так, все Ничего не забыли больше? Угу, хорошо Давайте E0 в квадрате Это у нас 4P альфа Здесь уже можно не делать Различия между E квадрате и E0 Да, мы вот на петлевом приближении работаем E0 в квадрате это 4P альфа И что мы видим? Мы видим, что нам Инфракрасный вот этот регуляризатор Он нам, в общем-то, и не нужен Правильно? Потому что он работает где? Где вот эта штука равна нулю Да? То есть там, где Y равен нулю Ну, а там и Y квадрате сокращает Сокращает расходимость Да, здесь Когда Y равен нулю Расходимость сокращается За счет вот этого Есть какие-то проблемы здесь? Это что, нам нужно? Да Или нет проблем? В нашем случае нету никаких проблем Почему? Потому что мы будем сейчас Q стремить к нулю Да? В задачах рассеяния Q квадрат вообще отрицательный Поэтому здесь всегда положительная величина То есть обычно С вот этой скобкой проблем никаких нет И мы считаем сейчас Что нам нужно? Нам нужно F2 от нуля посчитать F2 от нуля Но давайте его считать То есть я Q полагаю равное нулю Да? Видно, что интеграл сходится Поэтому инфракрасный регуляризатор Можно выкинуть Пишем, что осталось Вместо U0 подставляем 4P α Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Что такое? Нет, здесь 4P α Все в квадрате стоит Мил? Какой? Вот это мил? Это мил? Его мы положили равным нулю Поскольку у нас расходимости инфракрасных нет никаких Так, что-то у нас с вами с двойкой немножко не то Где-то мы двойку с вами какую-то лишнюю написали А может и вы написали? Что получилось? Один А А Альфа равно 3 Альфа-то у нас 3 равно Здесь стоит гамма функции от единицы Поделить на гамму от 3 Гамму от 3 Поэтому вот на этом этапе Когда мы интеграл взяли Здесь что еще стоит? Здесь еще стоит 1,2 Да? Из гамма функции А никто не заметил Внимательно смотрите То есть есть еще одна,2 Из гамма функции Да? Которую мы потеряли Да? Тогда что получилось? Альфа поделить на 2 Пи Да, вот теперь Сошлось Вот вот этот знаменитый Знаменитый результат Электродинамический Все Спасибо, Леонид Молодец Большую задачу сделали То есть таким образом Мы с вами вычислили Однопетлевой вклад В аномальный магнитный момент При желании могли бы И F1 тоже вычислить Да? Неперенормированный вклад В первый форм-фактор электрона Тоже могли бы вычислить Но его По крайней мере Его инфракрасные Все расходимости Удобнее Вычислять в методе Классических токов Которые мы с вами проходили В свое время Вот Ладно, на этом мы закончим Сегодня Да и вообще Весь этот семестр Все Все молодцы Всем спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok